Самолеты некоторых европейских авиакомпаний начали облетать территорию Беларуси. Это реакция на принудительную посадку в Минске самолета Ryanair, на котором летел оппозиционер, основатель портала NEHTA Роман Протасевич. Его сразу же задержали. Генеральный секретарь НАТО Йенс Штолптенберг потребовал провести международное расследование экстренной посадки пассажирского самолета, назвав инцидент серьезным и опасным. Как эти события могут отразиться на Казахстане? Ведь Беларусь на стратегический партнер. Во всем по порядку, Ордак Камал. Самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, не долетая до границы Литвы, развернулся и совершил посадку в Минске. Причиной стала информация о предположительном минировании судна. Во время следования его сопровождал истребитель. Такое распоряжение дал президент Александр Лукашенко. Взрывных устройств на борту не нашли. В аэропорту Минска пассажирам пришлось покинуть борт и пройти повторную проверку. Там же задержали бывшего главного редактора оппозиционного белорусского телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича, который летел этим рейсом. Против него и его коллеги Степана Путила завели уголовное дело об организации массовых беспорядков и возбуждении ненависти к представителям власти и милиции. Дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и в случае необходимости оказать помощь гражданскому судну для того, чтобы осуществить безопасную посадку на аэродром Минс-2. Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская в Вильнюсе заявила, что жизнь Протасевича в опасности. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Лукашенко лично устроил международный скандал и использовал военную авиацию против мирных граждан Белоруссии и стран Европы с целью расправы над одним-единственным человеком. Больше никто не застрахован. Действия белорусских властей осудили многие европейские лидеры. Президент Литвы Гитанос Науседа потребовал немедленного освобождения Протасевича, а в США и Европе даже хотят запретить любые полеты над Белоруссией. Там уже назвали этот случай государственным терроризмом. Казахстанский политолог Досом Садпаев считает, что последствия косвенно могут отразиться и на нашей стране. Нас также могут воспринимать как неких партнеров этих стран, потому что мы участники общих региональных объединений. То есть из-за того, что Европа закроет, по сути, мощные экономические связи с Белоруссией, и белорусские товаропроизводители еще больше будут ориентироваться на казахстанский рынок, а следует еще больше будет выталкивать казахстанских товаропроизводителей с нашего рынка. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, запрещающий белорусским СМИ освещать в прямом эфире митинги, сообщает телеграм-канал Белта. Для предупреждения ситуации, угрожающих национальной безопасности, власти могут ограничить работу сетей электросвязи. Будут ли летать над Белоруссией самолеты, следующие из Казахстана должны решить на заседании межведомственной комиссии, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития нашей страны. Продолжение следует...